22.00 время новостей на АТОР. Подводим итоги 25 октября в студии София Обляева. Первое интервью после освобождения. Далее Ахтем Чайгос и Эльми Умеров. Это эксклюзивное интервью для нашего телеканала. Заместитель главы Межлиса уже завтра вернутся в Украину. Они поблагодарили соотечественников за поддержку и выразили надежду на освобождение остальных узников Кремля. Предлагаем послушать подробности освобождения от первого лица. Мы посадили в машину, но меня вывезли в аэропорт, потом тоже привезли Эльми Умерова. До последнего мы не знали, куда, что, как. Уже когда приземлялись, узнали по инициативе турецкой стороны, весь этот процесс прошел. Риск это находиться все время за пределами своей родины. Я полжизни прошел на чужие деньги. Поэтому Украина это моя страна, а в этой стране есть моя родина Крым. И не важно, что меня там ждет, я буду до конца пытаться попасть домой. Они фигуранты самых резонансных сфабрикованных дел в аннексированном Крыму. Их фамилии звучали почти на всех главных международных аренах. За их судьбу переживали самые влиятельные мировые лидеры. Однако сами о непомиловании у Путина не просили. Несмотря на это, крымские политзаключенные Эльми Умеров и Ахтем Чайгос с сегодняшнего дня на свободе. Заместители председателя Межлиса, осужденных в Крыму, на 2,8 лет колонии выдали Турции. Ожидается, что уже бывшие пленники Кремля жить и работать будут в Киеве. Потому что Россия запретила им возвращаться на родину. Подробности неожиданного освобождения далее в эфире. Чайгос и Умеров на свободе. Заместителей председателя Межлиса выдали Турции. Их самолетом спецотряды России отправили в Анкару. Из Симферополя самолет сначала полетел в российскую Анапу. Лететь напрямую нельзя из-за того, что международное сообщество не признало аннексию полуострова. На каких условиях освободили, неизвестно, говорит адвокат Николай Полозов. Они освобождены от уголовной ответственности. Безусловно, это результат кропотливой юридической, политической, дипломатической работы. Я не думаю, что сразу их будут куда-то отправлять. Какое-то время они, наверное, побудут в Турции. Впоследствии уже будет принято решение, куда они поедут дальше. Переговором о выдаче присоединились несколько мировых лидеров, рассказал председатель Межлиса Рифат Чубаров. Мы обратимся к всех проведенных политиков, руководителей Киев-держав. И президент Порошенко, президент Эрдоган, канцлер Меркель. Мы получали очень много проведенных световых политиков о защите Крымского и татарского народа, о деоккупации Крыма, о освобождении политвязанных. Я думаю, что турецкая сторона даст больше детальных таких ведомостей. Но тут, зрозумево, величезная роль в освобождении Эльмиомера, в том числе, за президента Эрдогана. О содействии мировых политиков говорит и министр иностранных дел Павел Климкин. Впрочем, утверждает, детали переговоров открыть пока не готов. Ну и теперь все прекрасно понимают, чему последний тет-а-тет, когда президент Эрдоган приезжал к Киеву, 3,5 часа тревал. Тогда это объяснить было, на жаль, очень незручно. Но теперь мы можем про это говорить. Мы работали все вместе. Наверное, позже можно сказать, кто до этого был задеянный. Но сейчас я не буду фокусироваться на отдельных деталях. Освобождение политзаключенных – результат переговоров президентов Эрдогана и Путина, говорит лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Чайгоза и Умерова не помиловали, а выдали по распоряжению Кремля. В камеру Ахтема Чайгоза пришли двое ФСБ генералов. И сказали, ему нужно написать заявление Путину с просьбой о помиловании. Поскольку другой формы освобождения, оказывается, у них нет. Поэтому он натреть отказался писать о помиловании. И Миномеров тоже отказался писать о помиловании. Со слезами на глазах в оккупированном Крыму встретил новость об освобождении сына Зайтула Чайгоз. Мать заместителя председателя Меджлиса Алие не дожила до освобождения Ахтема несколько месяцев. Как услышал эту новость, я подбежал к фотографии покойной жены Алие и сказал, что твоего сына освободили. И начал очень громко плакать. Но эти слезы не были горькими. Сейчас у меня столько радости, я даже не знаю, как ее передать. Всем большое спасибо. Прошу Всевышнего, чтобы и остальных заключенных освободили. Рады, что все закончилось. Так об освобождении отца говорит Айше Умерова. Отец ей уже рассказал по телефону, что в Анкаре встречали дипломаты и турецкие военные. Мужчин сразу же повели к медикам. Они сейчас вместе в одном из административных зданий в Анкаре. Он не уточнил, что за здание. Их осмотрел врач по приезду, по прилету в Анкару. И они предполагают, что завтра смогут выехать уже в Киев. С самого утра тысячи звонков. Люди звонят и просят подтвердить, правда ли это. Некоторые плачут от радости. Так, из оккупированного Крыма об освобождении Ахтема Чайгоза рассказывает первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джилял. Он говорит, это только первый шаг к свободе других узников Кремля. Главным в этом всем является то, что и Эльмиумеров, и Ахтем Чайгоз сами доказали всему миру, что они достойны этого освобождения. И я верю, что это только начало. И все заложники Кремля будут в итоге освобождены. Освобождая лидеров крымских татар, Россия пытается договориться с мировой общественностью о смягчении санкций. В этом уверена первый вице-спикер парламента Ирина Герасченко. Однако позиция Украины неизменна. Киев будет добиваться освобождения всех политзаключенных. Против Эльмиумерова ФСБ России возбудило дело в прошлом году. Его обвинили в публичных призывах к сепаратизму. 27 сентября подконтрольный Кремлю суд дал ему два года колонии-поселения. Ахтема Чайгоза приговорили к восьми годам колонии строгого режима 11 сентября. Власти обвинили его в организации беспорядков во время массовых митингов в поддержку территориальной целостности Украины в феврале 2014 года. Завтра мы планируем вернуться из Турции в Украину. Останавливаться я не собираюсь, молчать я не собираюсь. Борьба продолжается и закончится она обязательно возвращением Крыма в Украину и возвращением всех крымских татар, которые уехали на родину. С Киева через некоторое время я обязательно сделаю попытку заехать в Крым, потому что я вообще-то намерен жить и бороться в Крыму. Я много раз об этом заявлял и готовность у меня такая. И если сейчас, я обязательно вернусь в Крым. Если не допустят, то буду бороться за возвращение столько, сколько смогу. Президент Украины Петро Порошенко поблагодарил президента Турции Реджепта и Пардогана за усилия в освобождении Ахтемы Чайгоза и Эльмиумерова. Гарант Конституции напомнил, что освобождение украинских граждан остается его приоритетной задачей. Последний раз лидеры Украины и Турции общались 9 октября в Киеве. Тогда переговоры в формате тет-а-тет продолжились более трех часов. Вместо протокольных 45 минут. Освобождение представителей Меджлиса поприветствовали и в посольстве США. В сообщении, обнародованном на странице в Твиттер, сказано, что теперь российские оккупанты должны освободить и остальных украинских политузников. Освобождение лидеров крымских татарсов впало с визитом президента Германии в Москву. Несколько часов назад Франк Вальтер Штайнмайер и Владимир Путин выступили с совместным заявлением, где сообщили, что обсуждали в том числе и Крым. Штайнмайер ранее занимал пост главы немецкого МИДа и славится своими дипломатическими способностями. Накануне визита президент Германии заявил, что не питает иллюзий по поводу предстоящей встречи с Путиным, препятствием для нормализации отношений между Берлином и Москвой. Штайнмайер назвал аннексию Крыма и конфликт на Донбассе. От нормальных отношений мы все еще далеко, все еще есть открытые раны, есть еще нерешенные вопросы. В первую очередь то, что касается присоединения Крыма и конфликта на востоке Украины. Сегодня я пытался выяснить, возможен ли выход из негативной спирали. Те, кто репрессировал лидеров крымских татар, попали в чистилище сайта «Миротворец». Речь идет о тех, кто участвовал в фабрикации дел, в частности, против Эльмиумерова. А именно, судей Андрей Кулишев, Татьяна Рубе, секретарь судьи Гайде Велиляева, работники прокуратуры Олег Саргинов, Денис Семенчук и Елена Артеменко, а также следователь ФСБ Игорь Скрипка. Мать фигурантов дела Хизбут-Тахрир требует от Путина прекратить преследование крымских татар в оккупированном Крыму. В частности, Эмдиляра Абдулаева написала письмо президенту России с требованием освободить всех задержанных, а прежде всего своих сыновей Узиира и Тимура Абдулаева. Братев Узиира и Тимура Абдулаевых задержали в Симферопольском районе Крыма в прошлом году. В октябре их обвиняют в участии в организации Хизбут-Тахрир, запрещенной в России с 2003 года. Крым раздора. Наталья Поклонская и Ксения Собчак спорят о приналежности полуострова. Сначала депутат Госдумы прокомментировала заявление телеведущей, которая пожелала стать кандидатом в президенты России о том, что Крым согласна международному праву украинский. Поклонская заявила о том, что статус полуострова не обсуждается и он безусловно входит в состав России. Собчак Поклонская ответила, что аннексию Крыма России не признала ни одно государство мира, даже Беларусь. Некоторые депутаты Госдумы России уже заявили о том, что Ксению Собчак нужно наказать. В Харькове нацгвардейцы сдали кровь для пострадавших в ДТП, случившемся на прошлой неделе, в котором погибло 5 человек, 6 получили серьезные травмы. Донорами стали 11 военных, помочь решили в частности двум сестрам. Старшие, по словам медиков, уже лучше, младшая до сих пор находится в медикаментозном сне. Их отец служит в нацгвардии. Пришел, потому что если не делать ничего хорошего, то ничего хорошего не будет. Это как бы не тяжело, это нужно. Конечно, думаю, что вы сдает. Саакашвили получил из администрации президента документы о лишении гражданства Украины. Политик обещает обратиться в суд, чтобы оспорить это решение. Круглосуточный домашний арест и электронный браслет. Светушинский райсуд Киева избрал меру пресечения лидеру добровольческого движения ОУН Николаю Каханивскому. Прокуроры требовали арестовать его на два месяца. Суд по Каханивскому длился три дня. За это время его сторонники несколько раз устраивали беспорядки и даже ночевали в суде. Николая Каханивского задержали 21 октября после того, как он стрелял в одного из командиров правого сектора. Это все, что успели мы вам рассказать к этому часу, чтобы быть в курсе самых последних новостей о Крыме, Украине и мире. Оставайтесь с АТР. Спокойной ночи. До завтра. Субтитры предоставил DimaTorzok